А еще на острове Блайт можно покататься на лошадках. Вот такой вид туризма, вид отдыха и развлечения у нас здесь тоже распространен. Пользуется большой популярностью. Это, знаете, наверное, как у арабов на верблюдах прокатиться. А здесь, вот видите, детвора и взрослые, с тренером, конечно же. Вот они здесь вдоль идут. Довольно большая процессия. Она им дает сейчас указания, как правильно сидеть на лошади. И вот видите, как приподниматься, когда лошадь пошла в голоб. И поехали. И поехали. Вот они попытались поехать в голоб. Не у всех получается. Все детки разных возрастов. Вы успели посчитать, сколько было лошадок? Вот это совсем маленькая пони. Видите, для малыша. Нашли лошадку пони. А вот девочка, пожалуйста, и не боится на большой лошади. Хотя она, конечно, с тренером рядом. Замечательная прогулка. И я рада, что нам попалось это на камеру. По берегу здесь, по побережью, на лошадях, конечно, они бывают катаются, вот как сейчас. Но это не часто. Чаще всего эти прогулки, они где-то идут по лесу. По тропинкам, по дорожкам, вот тем вот прогулочным. Хотели посмотреть людей? Показываю вам людей. Хотели посмотреть движуху? Пожалуйста, смотрите. Хотя, вы знаете, конечно же, все для вас могу я снять без проблем. Тут и деток кто-то хотел увидеть. Смотрите, деток. Все такие же, с такими же руками и ногами, как и любые детки. Понимаете? Ну вот я, например, еще раз хочу повторить, что вот эти вот огромное количество скопления людей для меня не представляют интереса. Ну вот, неинтересно мне шумно, собаки, крики, дети, футбол, волейбол. Вы знаете, иногда может быть и хорошо. Ну, я бы не сказала, что мне это сильно мешает. Но я хочу сказать, что когда я нахожусь где-то в более уединенном месте, то мне гораздо комфортнее. Я не боюсь, что мне волейбольным мячом угодят по голове. Например, когда я лежу и загораю. Не хочется мне думать, что это с возрастом меняются приоритеты. А может быть, действительно так. Кто знает. Говорю то, что есть. Не скрываю. Вам нравится вот такое? А мне вот почему-то не очень. Это то же самое место. Посмотрите. Где люди? Вот они, люди. Ну и пока я буду здесь идти, вы посмотрите на наших отдыхающих, в основном приехавших из Лондона. Возможно, вам будет интересно их всех увидеть. А я тем временем хочу, вы знаете, с ком сказать. Очень интересная одна вещь произошла. Во-первых, у меня оказалось 66 тысяч 660 подписчиков. То есть не три, конечно, шестерки, чертово число или число дьявола, но 4 шестерки. Вот можно, конечно, может быть, оно уже, пока я вам записываю это видео, уже перескочило. Но вот 66 тысяч 600, может быть, 70 будет скоро уже. Очень нехорошее для меня число. Поэтому я прошу вас всех, друзья мои милые, те, кто смотрит мои видео, но не подписался. Пожалуйста, подпишитесь. Давайте скорее мы пройдем это число дьявола 666. Но не нравится оно мне, понимаете. Вот когда оно у меня там постоянно, я открываю свой канал и вижу три шестерки. У меня просто портится настроение. Ну а если вспомнить, что еще у нас сегодня и дата 6 06. То я, поэтому давайте скорее изменим эту цифру. И вы, надеюсь, обратили внимание, что все здесь у нас отдыхающие. Это все англичане. Ну, может быть, вы не заметили все-таки так по внешности, что это англичане. Но смею вас уверить, что это только англичане. Вы не увидели здесь ни индусов, ни арабов, ни афроангличан. Вы знаете, что хочу я еще вам сказать. У меня такое впечатление, что все эти люди, они просто уже настолько обалдели от постоянного сидения дома. Больше года в связи с карантином и коронавирусом. Что вот сейчас, несмотря на то, что карантин продолжается, локдаун у нас не совсем не такой строгий, но он все-таки продолжается. Но люди уже отчаялись и наплевали на все. И просто решили уже продолжить свою жизнь. Ну, невозможно ждать у моря погоды, столько времени сидеть по домам. Все уже просто устали и сошли с ума от этого. Здесь у нас, еще раз хочу повторить, в основном приезжие из Лондона, из больших городов на центральной Англии. Что еще, я думаю, здесь послужило вот каким-то последним уже толчком, чтобы люди, наплевав на все, просто поехали отдыхать. Вы знаете, наверное, наверное, слышали, так же, как и я, что сейчас уже многие зарубежные ученые высказывают предположение, что COVID-19 постепенно перерастет в COVID-22, затем в COVID-26 и даже в COVID-32. Не знаю, слышали ли вы, но я случайно увидела вот так только заголовки такие. Я не стала даже заострять на этом свое внимание. Я просто удивилась этому. А вот вам сейчас и говорю. У меня, как бы, вроде бы опять пазл сложился. И если действительно говорят о том, что этот искусственно произведенный вирус, мутировавший теперь во все разные какие-то страшные последствия, вот этот вот вирус, те, кто его искусственно сотворил, сами не знали, что они такую нанесут колоссальную угрозу всему миру, и что это теперь вышло из-под контроля, как, знаете, чаще всего и бывает. Поэтому, на мой взгляд, люди просто поняли, что теперь уже ждать окончания этого COVID-19, или того, что его победят, не приходится. И поэтому нужно привыкать жить с этим вирусом и привыкать так же, как и к гриппу. И вот люди и продолжили жить так, как они жили раньше. Ну, это вот такое чисто мое мнение. Может быть, вы с этим не согласны, но мне кажется, что это так. А здесь целая семья с провизией загружаются на лодку. Поедут, возможно, просто на морскую прогулку, а, возможно, куда-нибудь на остров. Сегодня я специально хочу показать вам, как отдыхают англичане. Англичане молодые, не очень молодые, совсем молодые. Маленькие детки, семьи. Все выбирают для себя тот вид отдыха, который им нравится. Здесь опять у нас моторные лодки стоят на приколе. Здесь эту лодку можно взять в аренду покататься. Их не так и много, но можно найти. Чаще всего, конечно, лодки эти private опять только лишь для себя. Но если вы зададитесь целью найти для себя такую лодку покататься, то вы ее найдете, я вас уверяю. Палатки от ветра, тенты от ветра. Вот эти вот все живописно разместились здесь, которые на берегу. Они здесь будут сидеть до самого вечера. А вечером, скорее всего, будет у них здесь барбекю на природе. Как вы понимаете, так как у нас наступило лето, то я переместилась поближе к морю, на побережье, к воде. Поэтому, скорее всего, что у меня больше видео теперь будет у воды. А завтра я подготовила для вас видео и сделаю частично. Покажу то, что происходит с моим отоплением, как его здесь устанавливают, мое отопление. Тоже кому интересно, пожалуйста, ожидайте. Завтра выложу новое видео. Ну, а напоследок, друзья, я хочу... Что-то я забыла про фильмы, которые я вам обычно рекомендую. И вот здесь чисто случайно мне одна из моих зрительниц порекомендовала фильм британский «История матери», называется, 2003 года. И я этот фильм вот буквально вчера посмотрела. Меня этот фильм, конечно же, очень впечатлил. В первую очередь фильм близок мне тем, что там женщина моего возраста играет. И то, что она тоже потеряла мужа. И вот как она там после своей спокойной жизни при муже вдруг оказалась одна. И вот мне очень понравилась там фраза, когда она сказала, что я, наверное, не готова к старости. И, кстати, там в фильме не говорится о том, сколько лет этой женщине, как обычно в Англии. Здесь у них возраст не принято никогда говорить и заострять на этом внимание. И поэтому я, вы знаете, что сделала? Я посмотрела. Это актриса Энн Рейд, которая играет главную героиню. Я посмотрела ее биографию, сразу же нашла в Википедии. Оказалось, что она 1935 года рождения. То есть я посчитала, что в 2003 году, когда был снят этот фильм, ей было 68 лет. Ну вот, то есть примерно вот такого вот возраста. И как эта женщина круто изменила свою жизнь. Мне кажется, что для многих женщин это будет история тоже интересная и, возможно, поучительная в чем-то. И это вот перекликается как раз с теми вещами, о которых я много раз говорила. Что с возрастом уже не нужны чаще всего пожилые родители уже не детям, а тем более не внукам. Фильм этот не для всех, но нравится мне он тем, что он дает информацию к размышлению и заставляет задуматься о многом. Я дам вам внизу этого видео ссылочку на фильм. Еще раз повторяю, что он называется. История матери. Обязательно напишите мне, когда посмотрите этот фильм, какое впечатление он произвел на вас. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго. Берегите себя. Еще увидимся. Пока-пока. Пока.